Но главная сегодняшняя новость из Европы это санкции против Венгрии. Страну члена Евросоюза наказали впервые в истории ЕС. Будапешт отныне не имеет права голоса, поскольку нарушил европейские правила и ценности. Елена Абрамович объяснит какие. Накануне голосования в Европарламенте традиционно прошли дебаты. Венгерскому премьеру позволили высказаться в свою защиту, но он приехал не уговаривать депутатов и не просил не вводить санкции. Все равно все уже решено, сказал он. И рассказал историю неукротимой нации, которая, цитирую, проливала кровь для защиты Европы и христианства. Давайте называть вещи своими именами. Венгрию собираются осудить, потому что венгерский народ решил, что его страна не будет страной мигрантов. С должным уважением, но с твердой уверенностью я не позволю, чтобы промигрантские силы Европейского Союза угрожали, шантажировали и размазывали Венгрию и венгерский народ на основе ложных утверждений. Независимо от решения ЕС, Венгрия продолжит противостоять незаконной миграции, заверил Орбан. Впрочем, вопрос не в нежелании Будапешта принимать беженцев, вычеркнули депутаты. Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь не допустить формирования навыков критического мышления у будущих поколений. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом, регулирует, в каких церквях молиться. Пришло время сделать выбор или позволить одной из стран нарушать правила Евросоюза без последствий или дать понять, что эти правила больше, чем просто текст на бумаге, заявила докладчица. И ее поддержали. Без готовности венгерского правительства решить текущие проблемы, мы вынуждены начать диалог по задействованию статьи 7.1. Статья 7 Устава Евросоюза предусматривает самую серьезную политическую санкцию, которую ЕС может применить против страны-членов. Это приостановление права голосовать. Впрочем, впереди еще ряд дискуссий и голосований, как в Европарламенте, так и в Совете ЕС. К примеру, Польша, против которой Еврокомиссия начала аналогичный процесс еще в декабре прошлого года, до сих пор пользуется всеми правами. Из Страсбурга Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.